Краснодарская общественная оздоровительная организация «Кубань. Территория здоровья» вот уже два года ведёт активную работу по предотвращению продаж и рекламы наркотических средств. Активная молодёжь проводит рейды по выявлению объявлений от дилеров и закладчиков курительных смесей и психотробных веществ. Достаточно двух волонтёров, чтобы пройти по городским улицам и скрыть смертельные предложения. Ещё два года назад Марина Петрова и сама была в числе зависимых. Очередную дозу заказывала не по телефонам и интернету, а просто покупала в аптеке. Всё доступно, доступные цены, розницы. Рецептура-то она есть, но почему-то она, видимо, не отслеживается. То есть даже если у меня были проблемы, мне говорили, есть ли рецепт, я просто говорила, да, есть, и мне спокойно продавали. Пройдя нелёгкую реабилитацию, Марина решила помочь не совершать подобных ошибок и другим. Она не только закрашивает наркорекламу, но и пытается выходить на дилеров. Только не ради удовольствия, а в целях сотрудничества с правоохранительными органами. Выявить продавца, да и просто забрать закладку зачастую невозможно. Это сложная мошенническая схема. Номера телефонов и интернет-страницы блокируются, а деньги, отправленные через онлайн-систему, естественно, не возвращаются. В Сочи ситуация с наркоторговлей не столь негативная, как, например, в Краснодаре, говорит руководитель общественной организации. Если за прошлую неделю в центре курорта было обнаружено всего 15 объявлений, то в краевой столице их в 4 раза больше. Там, конечно, рекламы больше. Но здесь мы наблюдаем сейчас всплеск именно перед сезоном. Потому что очень много приезжает отдыхающих со всей страны. Как вы знаете, вся страна у нас сейчас просто погружена именно в употребление. И в основном это молодые ребята, которым нет еще 16, 17, 18 лет. Молодежь просто дурит. И продают им под видом легких наркотиков, аналоги тяжелых наркотиков. Подобные рейды проходят во всех районах края как минимум раз в две недели. Такая работа, хоть и немного, но все же вносит свой вклад в борьбу и профилактику распространения наркотиков.